Денис, здравствуйте. Добрый день, Григорий. Я очень рад, что мы тут встречались по делу о самоучителе вообще и об моем самоучителе салгенизма в частности. Я скажу для порядка, что сегодня 5 февраля, 24-й год. И я бы хотел просто включить сейчас экран и показывать, чего тут я сделал. Ну так вот по страничкам, можно? А можно, например, заранее придумать, что мы хотим в итоге сегодня обсудить, какой-то план простроить, ну чтобы структурировать? А, ну, у меня-то что? Я ведь к вам написал с такой трудностью, что вот моих одних мозгов мало, я сижу и спать такое что высаживаю, и, соответственно, паузы бывают, как это говорится, творческая спад, да? Вот это меня грустит. Я практикую, когда такие спады, я впервые встречаться, и ля-ля. То есть вам нужен какой-то слова поддержки и энтузиазма? Ну, боковые ассоциации, скорее всего. То есть вот я там что-то буду показывать, а все, что вы будете говорить, каждая лыка в строку. А критика приветствуется или как? Или лучше не критиковать, раз есть творческий спад? Все что угодно приветствует одинаково. То есть совершенно такое открытие. А с другой стороны, сам тот подход, который мы делаем, может быть, он окажет какую-то пользу вашим задачам. Надо сказать, что я, в общем, многие видео из того, что вы публикуете, слушаю. Особенно там, где есть какие-то люди, кто что-то с детьми работает. Потому что то, что они говорят, иногда мне полезно в плане того, что есть какие-то вещи, о которых я не задумывался, они всплывают. Ну, я даже вот скажу так, что я когда начинал делать этот самоучитель, еще в декабре, я его так задачу-то по этот самоучитель мне поставил заказчик еще то ли в конце октября, то ли в начале ноября. Но я так более-менее стал включаться в конце ноября, в начале декабря. Я включил как раз первый наш разговор с Седовой Самарой Владимировной. Вот. И просто включил, начал слушать. И буквально прошло там меньше двух минут, я начал делать себе записки. А на четвертой минуте я остановил, потому что записок стало достаточно для того, чтобы уже переходить непосредственно самоучитель и там делать. Вот. То есть то, что мы с ней в диалоге говорили, оно настолько оказалось генерирующим, что вот так. А Тамара просто замечательная. У нее прям вот есть интерес к тому, чтобы хорошо преподавать. Ну да. Не часто я такое встречаю. К сожалению. Вот. Ну вот. Поэтому я сейчас сделаю маленькую паузу записи. Да. Вот. Значит, здесь у нас обложка нашего самоучителя. Я хотел сначала, чтобы из рога изобилия вылетали какие-то таланты и гении. Но заподозревал, что современные дети вообще не знают, что это такое. Поэтому мы пошли потому, что сделали облако просто, из которого вылетали. Облако улетает. А есть у вас какое-то, не знаю, заголовок, какая-то фраза, которая будет на обложке? Да. Вот я сначала здесь, ну, художник даже написал, самоучитель Талгий Нильма. Но я потом смотрел-смотрел и попросил его вообще удалить. И думаю, что мы книгу будем вот прямо с такой обложкой без надписи издавать. Обложкой без надписи. А вы где ее будете распространять? Значит, вообще-то говоря, распространять будет заказчик. Его предположение, что он будет его персонально рассылать тем, кто будет у него покупать франшизу. Франшизу практически не нужно. А франшиза на что? На процесс воспитания через взаимное обучение. У нас есть такое сокращение ВЧВО. Воспитание через взаимное обучение. То есть, есть уже какое-то место, где это работает, где отлажены все процессы, и вот франшизу на эти методы он будет продавать? Или это пока только планы? Нет, это только планы. Такого места нет. Такого места нет. Ну, если уж так вы завели этот разговор, то я спросил у заказчика, ну а как мы будем проверять, что ли я сделал, что он хотел. Ну, то есть, понимаете, вопрос-то сложный. Я его стал спрашивать, а что вы хотите этим самоучителем достичь? Вот. И он сказал, что, ну, чтобы группы, ну, во-первых, он просто сформулировал, что в этом самоучителе содержалась необходимая информация, чтобы любой человек, взяв его в руки, мог такой процесс у себя видеть. Создать, наладить, что сделать. То есть, все необходимые элементы в нем должны содержаться. Вот. То есть, фактически у вас заказчик, это не те люди, которые будут этой книжкой пользоваться, а вот человек, который хочет ее издавать и распространять. Ну, и который сейчас оплачивает работу художника. Вот он сказал, что у меня есть деньги, я выделю на оплату работу художника. Вот. Да, и то есть, я-то это делаю бесплатно, ну, к сожалению. Вот. А вот художников он оплачивает. Значит. Мне кажется, вам должны платить. Ну, дело в том, что настоящий мой гонорар, ну, весьма большой. Вот. И если такой спонсор найдется, такой заказчик найдется, ну, хорошо. То есть, словно говоря, у человека нету возможности просто вам оплатить? Ну, да. Ну, видимо, нет, потому что он сказал, что он выделил на это дело. Он получил из своих заработанных 100 тысяч рублей. И сегодня это 1000 евро. Совсем немного. Совсем немного. Вот. Ну, вот. Я не заглядываю к нему в кошелек, я не знаю, есть ли там еще какие-то деньги. Вот. Пока я схожу вот из этого. Да. Так вот, я его спросил. Да, я сказал, ну, а надо, чтобы там еще был элемент какой-то, чтобы человек с места-то сдвинулся. Ну, он с этим согласился. Ну, то есть, для этого я вроде такой и предназначен в самом себе. Кстати, есть прототип, который он тоже предъявил. Ну, известный, наверное, вам Рон Хаббард. Там делал свою саентологию. А вот его последователи, они издали книгу именно в рисунках, именно в комиксах. Называется «Учись учиться». Там 200 страниц, она есть в интернете открыта. Я ее тщательно прочитал. Там читать очень мало, потому что там картинки. Там 210, по-моему, страниц. Вот. И сказал, вот ему надо такую вот штуковину. Как пример он привел. Вот. И я такое и делаю. Вот. Да. И когда я его спросил, ну, а вот мало ли, я вот что-нибудь не тут заставлю. Люди, ну, не смогут делать. Как мы проверим правильность того, что я сделал. Да, да, да. Очень важный вопрос. Да. Ну, он не знал, что отметить. Я говорю, вот здесь будут несколько страниц. Вот это, кстати, сам заказчик, на которых будет фотография людей, которые внесли вклад в создание этого самоучителя. Но на сегодня таких людей уже 8 человек набралось. Уже отметились фотографии. Ну, так сказать, вот. Я просто с этим еще не занимался. Вот это, значит, будет... Слушайте, а самому заказчику-то эта книжка для организации учебного процесса нужна или он исключительно ее распространять хочет? Он вообще-то тренер. Он там какое-то совершенство личности ведет тренинги регулярно. Да. Какие тренинги, про что я не метал. Вот. Похоже, что сам он процесс такой организовывать не собирается. А собирается, так сказать, помогать это делать другим. Вот. А вам лично для чего эта активность нужна? Гонорары не платят учебникам этим? Пока что непонятно, кто будет пользоваться. Вы время тратите. Пожалуйста, не оскорбляйте. Мой труд – это не учебник. Ладно? Ну, хорошо, сам учитель, да. Вот. Значит, я сейчас скажу на ваш вопрос ответ. Значит, я пройдем заказчика. Ну, вот если... Он говорит, ну, мы посмотрим, если группы создаются, значит, правильно сам учитель сделан. Вот. Я спросил, ну, хорошо, если одна группа создалась, вы уже будете считать, что я с вами в расчете. Он еще подумал и сказал, что, ну, наверное, одна группа как-то мало, наверное, три группы надо. Я подумал и спросил его, а вот они создадутся, и все. Он опять подумал и сказал, ну, нет, надо, чтобы они годик поработали. В этом случае он вам какой-то гонорар перечислил? Нет, нет, ничего про это нет. Просто меня интересовало, зачем ему сам учить. Зачем ему сам учить? Да, да, что он должен сделать, чтобы я лучше понимал, что же мне делать. Какой результат-то, на какой результат направлено. Еще немножко вопрос тоже, чуть-чуть в стороне. Вот. Ну, мы предполагаем, что какие-то группы будут организовываться, кто будет обучение в парах делать, правильно? Ну, да. То есть какой-то коллективный вид обучения. Ну, да. Вот. И, может, вы знаете, есть какая-то статистика, там, сколько, не знаю, учебных учреждений или энтузиастов вообще коллективное обучение как-то, ну, не знаю, в России испытывает или в русскоязычных странах, для которых это очень... Нет, такой статистики у меня нет, у меня есть некоторые косвенные данные. Значит, лет пять назад, по-моему, вы мне это прислали, или кто-то вот такой человек, наподобие вас, прислал мне ссылку на каких-то английских ребят, не помню, то ли из США, то ли Англии, которые сделали вот такую группу взаимного обучения, сделали портал и в шокасном стиле всеми интернетами и инструментами, и там студенты учат друг друга. Вот. Потом, года через два, мне прислали такую же группу, ссылку на такой же инструмент, сделанный студентами в Петербурге, русскоязычными студентами, там их, по-моему, у человека четыре или три. Я посмотрел это, ну, и как-то даже ссылку вот теперь не могу найти. Вот. То есть, идея прорастает явно. Ну, есть еще одна статистика, которая очень достоверная, это, что из сегодняшних учителей, которые имеют высшее образование педагогическое, способны такой процесс вести не больше, чем один из ста. Я, наверное, вам уже это не раз говорил. Вот. Ну, это сложная тема, да. Организовать, чтобы какая-то работа шла между детьми, они что-то учили, это очень тяжело. Ну, вот, кстати, вот выплывает еще один контакт, который я вам могу дать, для того, чтобы вы с ними поработали, с вашим вот этим слоном и жирафом, да? Вот. Это город Перми. В прошлом году через какие-то контакты на меня вышла директора лицея номер пять и сказала, а вот не получили бы вы наших учителей вот этому парному обучению. Мы в июне прошлом года провели мощный семинар. Вот. И, значит, семинар длился пять дней по два часа в день. В июне мы готовились к нему пару месяцев вместе с Волковой и так далее. Вот. И, соответственно, я уже путаюсь, может быть, это в 22-м году? А, это было в 22-м году. Я из меня. Это в 22-м году. Вот. И у нее было пять параллелей начальной школы. Пять умножаем на четыре, получаем 24. И вот она их и хотела учить. И вот в июне целую неделю мы пять дней учились. Они работали в парах, а я наслаждался процессом через скайп. Учителя работали в парах? Конечно. А я никаких рассказов никогда никому не видел. Да, малые там дети, может, учились с этим учителем? Не, не учителя. Не, мне бы хотелось, чтобы я бы предлагал, чтобы там привели парочку родителей, чтобы разбавить атмосферу. И привели бы старшеклассников. Но это ничего не состояло. Все это записано на видео, все переговоры с директором, с диспетчером. Из самого этого мероприятия тоже сделан фильм документальный. Есть видео после условия всего этого, результаты и так далее. Все аккуратно. Закончилось? Закончилось чем? Ну, как? Хорошо закончилось. Они пошли там налаживать парное обучение в своих классах. Понятно. А что-то получилось у них? Они там рассказывали? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Дайте я так длинно рассказываю вот почему. Когда я сидел и любовался процессом, у меня было свободное. И вот меня там промзило. Буквально на второй день промзило. Я понял, почему они тормозят. Почему один из статов поможет. Я давно узнал, что тормозят стереотипы. Но вот прямо глядя на то, что нам происходило в этой аудитории, я почему-то начал записывать сразу, какие именно стереотипы. И даже я их начал записывать парами, что вот такой вот есть, а надо такой. Вот и такой есть, а надо другой. И я быстро записывал пять пар. Потом мы с Волковой это доработали. И во время семинара, и после семинара получилось 18 пар. Старый, новый. Старый, новый. Больше мы не смогли высаживать из пальца. Сегодня это оформлено. Онлайн есть файл. Где они парочками аккуратненько записаны. Вот. Так вот в этом все дело. Что люди же стереотипы очень свои любят. И расстаются с ними. Это их личность. Это же элемент личности. Да, компонент. А тем более 18. Покушаемся на самое важное. Так вот в этом все и дело. Не в том, что они плохие люди, а они вот замечательные. Хорошие люди. Да. Вот. Короче, в этом лицее ничего нет. Ничего. То есть ничего не поменялось. То есть как они вели по старинке, так и идут. Да, да, да. Ну, да, это предсказуемо. Вот, грустно. Значит, ну давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим, да, что есть в учебнике. Значит, идея вот такая, что вот какой-то Буратино пытается обычным ключом открыть цифровой замок. Значит, и попасть вот в тот самый мир, где плодятся и размножаются таланты и гейми. Значит, структура этого всего такая. Вот с одной стороны координата, с другой стороны текст. Но вот сейчас у меня здесь 16. Ну, где-то около 16. То есть крупный шрифт. То есть людям это будет легко читать. Дальше идет объяснение, что такое талгенизм. Значит, это вот обыкновенный человек. А вот это, значит, у нас талантливый человек. Художник так все-таки и не сделал, что я его просил. Но я его еще попросу. Я хотел, чтобы он вот этот лук немножко усовершенствовал. Талант же не может стрелять из такого же лука, правда? Похоже, что человек научился стрелять, предстрелять в цель из лука. Ну, понимаете. А гений, у него вообще все вот так. И текст такой, что он стреляет в цель, которую никто не видит. И порой даже сам он не видит. Но попадает. Ну, тут, значит, идет какой-то человек-организатор. Про него что сказано там. Я решаю, знаешь, какую. Чтобы человек понял, с чего начать. Какие шаги делать. Где какие инструменты брать. Понятно, да? Кстати, вот эти две картинки. Вот эта, а где она? Слушайте, пока не забыл, да? Может, вам полезна будет такая связь обратная. Ну, я довольно много уже посмотрел разных ваших диалогов. И я с терминологией более-менее знаком. То есть, алгенизм какой-нибудь там. Слово меня не очень пугает. Даже вы чего, наверное, меня не очень пугает. Хотя я не помню, что это такое. Воспитание через взаимное обучение. Воспитание через взаимное обучение, да. Есть ли какой-то смысл эти термины, в принципе, вводить для педагогов или там, не педагогов, а там, не знаю, родителей, которые решили, значит, организовать эти группы? Да, я, конечно, над этим много думал. Значит, алгенизм – это слово, у которого нет никакого смысла. Вот, на тем не менее, я его буду использовать именно как бессмысленный лейбл бренда. То есть, это бренд? Это бренд, точно. И мы с заказчиком в этом тоже условились. А смысла в нем нет, и я в этом уверен. Потому что любой коммунизм, марксизм и так далее, имеет какое-то содержание, это какое-то учение. По форме даже слова. А у алгенизма ничего за душой нет. А вот СТ, ВЧВО. А ВЧВО, как вам сказать, оно никак не вписывается в алгенизм, это не учение ВЧВО. Вот, потому что Ривит сделал это слово просто из двух слов. Таланты гений и что. Вот. То есть, он механистически подошел. Кстати, вот эта картинка сделана искусственным интеллектом. Там выше еще одна была. Похоже, кстати. А? Похоже. Похоже. Ну да, вот. Тяжело с ним. Дальше что идет? Да, вот, значит, эта девочка, ей 21 год. Она рисовала вот эти картинки. Влюбился же. Значит, вот уже пошло фактически содержание самого учителя. Вот девочка управляет в трудную ситуацию. Дальше она начинает думать, что же ей делать. Потом она находит вариант. И потом она начинает этот вариант осуществлять. И осуществляет дальше. И она его успешно осуществляет. И вот тут вы видите, сбоку от картинок много пустого места, куда мне еще предстоит писать. И вот они успешно едят с мамой печень, радуются людям. Ну, кажется, им хорошо. Да. И здесь по поводу вот этого, значит, можно там много чего сказать именно про ВЧВУ. Дальше ситуация опять повторяется, но в другом варианте. Значит, вот в том варианте с тестом вот этого кадра не было. То есть там мне не было сказано, а с чего это ей захотелось в течение дела. Понятно, да? А здесь прямо явно показано. Вот человек шел мимо телевизора, увидел его на санках кататься и оп, замкнул. Хочу кататься, да. Ага. То есть, и вот я сейчас, настоящий он, вот сюда пишу текст. Вот видите, два обзора я написал. Вот. Да, вот это я сегодня писал. Дальше, значит, в отличие от той девочки, у нас вот тут вот столько вариантов. Эту схему не рисовал художник, я просто нашел подходящие картинки в интернете на вот эту схему. У меня ушло куча времени. Вот. То есть вот тут много вариантов, как ему решить эту задачу, покататься на санках. И вот первый самый вариант, который там на схеме образначен номером один, это найти лампу Алладина и попросить волшебника. Я здесь развернул, вот это первая моя мысль, которая у меня только вчера пришла в голову, что по поводу этого можно выстроить целый каскад квантов. Вот это еще одно слово. Тоже слово новое. Да, это то, что вас называют аналог. А у меня называется квант. Это нечто, что передается. От одного человека к другому. Объем его неизвестен, четкого определения кванта нету. Объем может очень сильно отличаться по количеству, по ситуации. То есть это здесь играет роль зона ближайшего развития того, кто получает. Для одного, например, вычистить с 12,7 очень трудный квант. А для другого там совсем более сложная вещь, очень легка. Дальше идет подарок получить. Здесь по поводу подарка я тоже пишу разные предложения, чтобы можно было бы изучать. Дальше вот это письмо Деду Морозу. Здесь кванты про то, какие бывают Деда Мороза и вообще то, чего реально получил от Деда Мороза в разных странах. А я могу пока где-то вот мы на серединке находимся? Ну, это какая-то страница. Вот слева я плохо вижу. 22-я. Вот сейчас попробую обратную связь дать. Мне кажется, вот 20 страниц, то есть половина. Это же половина, да, самоучителей? Или там еще будут какие-то странички? Нет, значит, сейчас я тут сделаю такую маленькую паузу. Да. Значит, заказчик начал меня учить маркетингу. Ну, я в маркетинге уже лет 30 с лишним, в разном виде, в очень-очень всяком, на разных уровнях. Но он мне подсунул одного человека, который сам бизнесмен, а один из его бизнесов – это маркетинг. То есть реклама и все такое. Вот очень умный дядька. И он там говорит, что последний, кто чего-нибудь решает по поводу маркетинга своих товаров – это тот, кто их производит. Соответственно, вот наш заказчик, который оплачивает художника, естественно, имеет последнее слово. Самым последним стоит в очереди. Что-нибудь вякому. И заказчик меня этому обучает. И это очень правильно. И он говорит, а вот этот дяденька, он рассказывает, что нужно сделать какой-то минимально жизнеспособный продукт. Это называется по-английски MVP, да? Начать его продавать. И начать его куда-то совать, чтобы посмотреть, что заходит, что не заходит. Вот в этом смысле я стоял перед дилеммой. Один художник все рисует или, может, что попало. И вообще в разных стилях и что угодно. Потому что вот та книжка, которая чистит чисто, американская. А там один художник в одном стиле, чистая графика, никакого цвета, ничего нет. Понятно, да? И когда я спросил у заказчика, а как насчет цвета? Ведь если его печатать, и будут какие-то хотя бы маленькие точечки красные и синенькие, да? То уж понимаете, как это влияет на цену отпечатанной книжки, да? Он подумал чуть-чуть, говорит, а я буду их в электронном виде продавать. Ну и ладно. Поэтому я сказал художникам, валяйте. Но все равно настаиваю, графика, а цвет только для акцента нужного самого важного. Вот вопрос у меня какой. Вот 20 страниц мы сейчас пролистали. Вы как-то можете, не знаю, в двух-трех предложениях резюмировать, чему человек, который прочитал эти 20 страниц, должен был научиться? Какой результат у него в голове? А, значит, вот, значит, вот то, что мы здесь пролистали, пока еще он только, смотрите, я же две задачи сказал у самого учителя. Да, сдвинуть его с мертвой точки этого пользователя. Так. Вот. А для этого нужно сначала, чтобы он, ну, не закрывал его на третьей странице, понимаете? То есть это пока заинтересовать? Это пока заинтересовать. Но если вот читать вот эти тексты, вот здесь, например, это я вот буквально два часа тому назад писал, вот это последнее, что я написал, значит, самоучители. Значит, это вот по поводу того, как складывается цена товара, и где можно купить дешевле или дороже, и какую наценку делают. То есть я здесь даю, ну, как бы уже контент. Понял, то есть вот начало это заинтересовать, а вот сейчас уже дальше контент идет. Нет, ну, контент это еще не, как это организовать в ИЧВУ. Это до этого еще не дошло. Окей, пойдемте. Дальше вариант был спросить у искусственного интеллекта, как решить задачу. Вот. Дальше, значит, было просто подойти к компьютеру и заказать эти санки и получить их. Вот. Ну, вот это более-менее удачная у этого художника картинка. Вот. Дальше что у нас? Дальше там еще вчера, я не помню. А, да, вот. А, да, там это. Там картинка, как он ищет этих. Давайте сейчас мы ее сюда. Ну, жалко время, конечно. Вот. Вот это шесть рукопожатей. Сейчас я сюда ее вставлю. У меня тут все налажено. Это, значит, Айнфюген, Ирафик, и вот у меня здесь эта сторона. Вот, мастер, найти наставника. Вот это. Вот. И ее все. А, вот сюда. Вот. Вот, пожалуйста. Вот такая очень плохая, мне не нравится картинка. Тяжелая, в общем, получилась. Ладно. Вот она ищет, и через рукопожатей. То есть, вот так же, как я нашел Владимира, спросил у вас совета, да? Вот эта идея здесь. И дальше он с этим наставником. Наставник начинает ему, у меня другая картинка, значит, она наоборот повернутся. Потому что на этой картинке Марчик получается, а, нет, здесь как раз я ее повернул. А то он нарисовал его как левшу у него, это была, пила в левой руке. Меня это очень раздражало. Вот. Он нашел, значит, вот это, и потом, значит, а, да, сейчас, секунду, я не буду затратить время, я же вот так взял. Тут я еще не все картинки вставил. У нас с вами буквально 6 минут только осталось. Да, 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 я понимаю. Значит, Вот. Выказать санки, найти наставника, Марси Луччи. Вот здесь, наверное, вот, ну, пока грузится, я скажу такую фразу, что, может быть, мы сделаем паузу и потом дозапишем, но это уже будем решать за пределами разговора. Ну, так-то я могу сказать, что дело хорошее вы делаете. Вот. Кажется, это материал, который, ну, нужен для того, чтобы, в принципе, начать продвигать идею в массы, и если заказчик какие-то деньги будет вкладывать именно в маркетинг и продвижение мысли, что вот хорошо бы какие-то коллективные обучения организовывать, может быть, тогда будет больше школ, которых там заинтересуются. Сейчас, подождите, я доведу сюжет, ладно? Давайте. Вот на этой картинке как раз мальчик левша. Дальше они едут с наставником веселиться, кататься. После этого наставник говорит, слушай, ты теперь умеешь делать садки, давай ввеси свое умение в листок учета. Вот. И вот уже пошла технология, понятно? Вот. Дальше девочка заходит в этот листок учета и находит этого человека и вот там справа есть контакт. Она берет телефон и звонит ему. И после этого мальчик учит ее делать садки. Ну, а девочка, как видно, везде сверху, она уже фантазировала, что у нее садки будут с мотором. Вот. Плохо. А? Хорошо, мне кажется. Вот. Ну, вот. Да. Ну, я еще хотел, чтобы здесь была картинка, когда эти самые наставник, вот этот мальчик Витя, тащит свои садки в гору, а девочка обгоняет их на своем моторном моторном опыте. Идея, что ученик обошел наставника. Да, типа да. Ну, значит, ну, вот, теперь я по объему скажу. МЖП, то есть минимально жизнеспособный продукт, я думаю, будет примерно сто в стороне. То есть, пока что половина сделана, правильно? Ну, скажем, она еще плохо сделана, потому что текстов еще нету, там, понятно, да? Вот. Сейчас еще художник должен прислать десяток картинок из Хабаровска. Вот. Еще один художник в Белоруссии рисует что-то. Но еще ничего я от него ни разу не получал. Вот. Ну, вот, я пишу сюжеты. Текстов в виде Владимир учит меня это делать качественно. Ну, с точки зрения я сюжета пишу, в каком виде рассказ художнику, что надо нарисовать. Вот. И наши диалоги с ним очень мне помогают значит вот в этом деле. Он меня очень сильно заставляет, я бы так сказал, вот, писать четко. И, в общем-то, мы отрабатываем технологию не только с ним, не только с Владимиром, но и с художниками. Это оптимальная работа, чтобы это была минимальная затрата всех этих переговоров, чтобы сразу получался нужный и правильный рисунок. Ну, кажется, у вас это уже какая-то самая первая обратная связь от пользователей. Они, конечно, не прям вот пользователи, которые будут учебник, ну, не учебник, учитель читать, но они хотя бы будут пытаться сопоставить текст и картинку. Значит, я вам так скажу, когда я с заказчиком разговаривал, я сказал, ага, начнешь ли три группы, уже работает целый год, тогда можно саму учителя вообще не делать. Заказчик, когда я сейчас взял реп и сказал, нет, все-таки он мне нужен. должно быть что-то, что продается. Типа, да, берешь руки, маешь вес. Вот. Да. Ну, это действительно так. Но дело в том, что вот одна ваша реплика, она действительно это и происходит. Группы начинают образовываться уже в процессе создания самоучителя. Потому что я не делаю его один, я сразу сделаю коллектив. Есть группа специальная, встречаемся по пятницу, ой, по субботам 16.30 в Башковского времени в Зуме, в оплаченном Зуме, Народного Института развития. И в среду в 15.00 три часа работаем. Так что вот там целые, ну, там сначала было человек шесть, сейчас осталось четыре. Вот. Но двое из них уже делают группы. Это хорошо. У нас почти сейчас вырубится Зум, поэтому мне кажется мы можем начать прощаться. Вот. Мне очень понравилось, надо сказать. Я изначально чуть-чуть скептически был настроен, но прямо сейчас могу сказать, что я посчитан. спасибо. Я бы так сказал, какие будут приходить боковые идеи, дайте. Может быть потом мы их соберем и посудим компактненько и тоже запишем. А наши разговоры так что не